Приветствую вас. Если ответить на ваш вопрос просто, то, чтобы подливать отношения, вам нужно, по сути, понять, чего вы хотите от них. Вот, отношения. Все, все вы нуждаетесь в контексте. Ну, в контексте отношений. Вот. И тогда вы сможете вполне для себя эту ситуацию разобрать. Тогда вы сможете вполне для себя эту ситуацию разрешить. Сейчас, на данный момент, на данный момент, совершенно очевидно, что вы, конечно же, не отправляетесь, да? Потому что вы в чем-то нуждаетесь, вот, и вы чего-то хотите, и вы, как бы, ну, заинтересованы в том, чтобы быть с человеком, чтобы быть, наверное, в с ним отношениях. Вот. Вопрос только в том, опять же, для чего этот сон? Откуда у вас, вот, такое желание? В чем она сейчас? Да, это могут быть сложности с, там, сложности с восприятием себя. Да. Да, это может быть страх остаться одной. Например. Например. Да, это может быть... Такая попребность угождать людям. В том числе и мужчинам. Вот. Все это действительно может быть. Вопрос заключается в том, и это важный момент. Очень важный момент. Вопрос заключается в том, откуда у вас чувство вины. Как чувство вины у вас появилось? Откуда из чего проистекает ваше собственное согласие с тем, что вы ему должны? Достойны. Человеку, который, ну, по сути, вас используют. По сути, человеку, который считает, что вы достойны того, чтобы не быть единственным. Единственным. В... Ну, вот. В его жи... В его жи... В жизни мужчины, я имею ввиду. И это вот... Вопрос... К... К вам. То есть, это... Вопрос именно... К вам... Вопрос именно... К... К вам именно... О том, как вы... К этому пришли. Как вы... Как вы к этому пришли. И... Что... Ну, собственно... Что хотите делать дальше. Вот. Мне кажется, что... Крайне важно... Понимать... Что каких-то... Эм... Каких-то... Универсальных решений... Универсальных решений... Здесь нет. Именно... Универсальных решений. Есть... Только... Индивидуальные... Эм... Индивидуальные решения... Которые... Могли бы... Помочь вам... В этой ситуации... Разрешать. В первую очередь... Эм... Нужно... Получить общее представление... Об этом... Эм... Например, вам... Эм... Обопытом... Изучив... Эм... Треугольник... Карпмана... Вы сейчас... В этом... Треугольнике... Находите... Эм... Именно... Вот... Эм... Свои обратные... Основания... Для этого... Это... Понятно... И... Само... Само собой... Разумеется... То, что у вас... Были основания... Важно... Все же... Немножко... Другое... Важно... То... Какие... Это были... Основания... То есть... Вот... Как вы... К этому пришли... Опять же... Да? Вот... Ну... И... Я... Наверное... Пожалуй... Эм... Все... Такую... Весь... Скажу... Что... Видел... Уже... Ваш... Вопрос... Эм... По-моему... На него... Даже... Отключаю... Вот... Эм... Ну... Вы уже задавали... Просто... Вопросы... Подобные... Вот... И... То... Как вы... Эм... Профессионируете... Свой вопрос... То есть... О многом... О многом... Говорит... Да? То есть... Вы... Здесь вот... Вы... Такая жертва... Да? То есть... Вот... Вы... Говорите... Что... Вот... Давайте просто... Разберем... Ваши вопросы... Эм... Встречении женатым человеком... Женат недавно... С 17-го года... Жил с ней 17 лет... Сюда... Ему... Девочка... Она... Она... Знала... Детей... Нет... Совместного... Встречения женат... Мы знакомы давно... И стали... Встречаться с 19-го года... Знаете... Эм... Здесь нет... Одного... Важного... Момента... Это... Момента... Вашей... Вашего выбора... То есть... Такое ощущение... Что... Вы... Сами... Как будто бы... Эм... Не выбираете... Не остановяете... Своего выбора... Что за этим... Отлично... Какие будут... Какие будут... Какие будут... Последствия... Какая цена... Цена... Вашего решения... И так далее... То есть... Впрочем... Стали встречаться с женатым мужчиной... Как... Почему... Зачем... С каким расчетом... С расчетом на что... Эм... Если он вам... Например... Там... Грубо говоря... Обещал... Развестись... На каком основании... Там... Поверили... И прочее... Так... Эм... Значит... Он... Мы с ним знакомы... Да... Говорит... Любит... Я его люблю... Ну... Как проявляется любовь... Отношения... Неплохие... Что это значит... Мне помогает... Меня не прячет... Хожу спокойно... Со временем... Жена узнала... В пятницу... В воскресенье... Эм... Значит... Ночил ведь так... Ну... И живет на две... На две... На два фронта... По сути... Вот... У меня эта ситуация... Начинает... Начинает... Разразняться... И бесить... Чем? Вот... Чем? Вас эта ситуация... Начинает... Разразняться... И бесить... Давайте... Давайте... Разберу... Это вам... Чем? Эм... Конкретно... Чем... Вас эта ситуация... Начинает... Разразняться... И бесить... Елен... Елену... Очень бы хотелось... Чтоб вы... Сказали... Как вы это ощущаете... Что конкретно... Что конкретно... Вы... Вы... Чувствуете... Вот... Это вас... Для... Вас... Опять... Для... Некого такого... Ну... Понимания... Ситуа... 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 Сказал так... Кхм... Дальше... Кхм... Появилась ненависть... Прямячка с любовью... Ну... Эм... Эм... Это естественно... Вот... Эм... Почему появилась ненависть... Эм... Довольно... Интересный момент... Эм... Вот... Ну... Почему... Появилась... Появилась ненависть... Эм... Дело в том... Что... Ненависть... Возникает... Когда... Эм... Есть... Так сказать... Эм... Эм... Досекательство... На личный... Комфорт... Человек... Вот... В данном случае... Это... Как раз... То... О чем... Вы... Вы... Говорите... То есть... Эм... Ситуация... Она... Вот... Так... Работает... Что... Вы... Из-за нее... Чувствуете себя... Неком... Некомфортно... Из-за... Ситуации... По крайней мере... Для нас... Это... Это выглядит... Так... Что... Вы... Чувствуете себя... Некомфортно... Хотя... На самом деле... Эм... Ситуация... Немножко... Немножко... Другая... Но... Вы... Себя... Сами... В эту... Ситуацию... Поместили... Но... Вам... Вам... Некомфортно... Вы... Чувствуете... Что... Не можете быть... Эм... Счастлив... Счастливы... В этой... Ситуации... И... Соответственно... Вам... Конечно... Из-за этого... Очень плохо... Отсюда ненависть к, скажем так, фактору, который, по вашему мнению, не позволяет вам быть счастливой. Но и это не сказать, чтобы прям такая уж правда, мягко говоря, если совсем честно, то это вообще неправда. Ну потому что в какой-то степени вы себя сами поместили, опять же повторюсь, в эту позицию. И, коль вы поместили себя в эту позицию, то это ответственность ваша, а не мужчины. Но именно мужчину, вы сейчас и обвиняете именно мужчину. К мужчине вы испытываете ненависть, и перед ним же вы чувствуете, получается вину опять. То есть перед мужчиной вы ощущаете вину. что стоит. Вот. Ну это, к сожалению, такая достаточно деструктивная история. Потому что она делает вас крайне-крайне-крайне вот такой несвободной, скажем так, несвободной в плане построения отношений. Вот. Вы чувствуете себя зависимо. Дальше. Так. Значит. Во всем рассматриваются эти жены. Так. Ну здесь вы ревнуете и беспокоитесь. Вот. Он говорит, что не хочет быть перед ней плохим человеком. Тут у вас улыбочка. Вот. Он говорит, ах ты же говорила. Вот. В общем, вы описываете историю. Историю своих отношений с ним. И чувство вины. Что такое чувство вины? Это долг, это ощущение, что вы что-то должны. И соответственно, с этим ощущение долго тоже нужно, надо бы, проработать. Потому что, откуда-то оно у вас, это ощущение появилось. Важно понять, откуда. Вот. Ну и, и просто чтобы вы вот как-то, может быть, сами. Подумал бы. А может ли любовь быть с чувством вины? Может ли любовь ощущаться как образованность? Как долг? Вот. Ну, даже словами какое-то. И так далее. Вот. То есть, может все-таки то, что, например, вы чувствуете это, если и любовь, то... да, не только любовь. Может быть, есть что-то еще, помимо любви. Вот. Понимаете? Какая штука. Так что это достаточно важный, на мой взгляд, момент, момент, на который вам нужно обратить свое пристальное внимание. Вот. Ну, необходимо, конечно, начать более пристально смотреть на свои желания, которые у вас имеются, потому что, ну, как вы, я надеюсь, понимаете, в какой-то степени все, что происходит, вот, в том числе, да, зависит от вас, и если вы не хотите, то ситуация не изменится, а если вы захотите, то ситуация как раз таки может измениться, но все это зависит только от вас, и больше не от ни от кого. Поэтому, это очень важный момент для вас. Это очень важный момент. Вот, собственно, все, что можно сказать. Ну, давайте, напоследок, значит, обратите еще раз внимание на то, с чего вы боитесь, на свои страхи. Обратите внимание на то, что вы думаете о себе, на то, что вы, на то, что вам кажется, на то, как вы воспринимаете, например, себя. Ну, вот. Это довольно важный, довольно важный момент в ситуации. Важный элемент проблемы. Подумайте, что это значит для вас мужчина. Вот. Опять же. То есть, какое, какое значение для вас имеет человек. Вот. Подумайте, чем и как вас, грубо говоря, задевает его позиция, его требования, как вы приходите к тому, чтобы стараться эти самые его, к примеру, требования удовлетворять. Как вы к этому приходите. Это крайне важная история, на которую вам, по моему мнению, нужно обратить свое внимание. Потому что без этого ситуация будет, ну, на мой взгляд, на крайне негатив, негативно. Возможно. Возможно. Вы боитесь. А что, цена? Возможно. Вы на что-то рассчитывали в отношениях с человеком. Возможно. И, возможно, сейчас вы не можете, что называется, отказаться от своих ожиданий. Возможно. Все это во-вно. Ну, это все прорабатывается при наличии у вас желания. Если вам хочется, то это все прорабатывается. Другой вопрос. Хотите ли вы? Если хотите, то мы вам поможем. Если хотите, то мы поможем решить ваши трудности. Если хотите, то мы вам поможем вам сделать так, чтобы вы были, ну, более свободны. Но для этого нужно реальные изменения в свою жизнь вносить. И если вы к этому не готовы, то ничего не получится. Но я знаю, насколько может быть страшно вам это делать. Но, правда, ничего от этого не меняется. Суть от этого не меняется. Суть от этого не меняется. Того, что вам необходимо. И, думаю, начинать нужно все же с принятия личной ответственности за то, что происходит. В том числе сейчас с вами. Какой-то такой некий отказ от обвинения людей, других людей в своих несчастьях. Да? Вот. Тут же еще есть такой момент, что вы себя сраниваете. Вы себя сраниваете с его женой. Вы именно соревнуетесь с ней. Вы именно, как бы сказать, состязаетесь с ней. Ну, на мой взгляд, это, конечно, такой показатель. Это показатель того, что вы себя полностью не понимаете. Вот. На мой взгляд, это показатель того, что вы как-то вот чего-то боитесь. На мой взгляд. Ну и так далее. То есть, тут тоже есть вот свои какие-то нюансы. Вот. В общем, от чего нужно вам отходить, это вот тенденция на данный момент решать. 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 Свои проблемы через других людей. Так вот как вы на данный момент это делают сейчас. Вот. Ну ничего хорошего из этого, как вы, я надеюсь, догадываетесь, не выйдет. Вот. Ага. Люди будут всегда чувствовать, что вам что-то нужно от них. Вот как чувствует, например, мужчина. Он чувствует, что вы в нём нуждаетесь и давит на чувства. Женщины. Чувства нужны. Ещё насчёт. Это не так давно. Хотя, по сути, приучает вас к тому, чтобы быть всегда здоровой. Не быть единственным. Приучает вас знать своё место. Ну, на мой взгляд, это позиция, мягко говоря, оскорбляющая честь и достоинство. Вот. Женщин. Вот. Но, с другой стороны, вы могли бы выбрать эту позицию. Вот. Если бы хотели. Вы могли бы её выбрать. Вот. Но, вы её не выбрали. То есть, вы, как бы, вот, демонстрируете то, что вам эта позиция не подходит. Вот. Ну, вряд ли кто-то может вас за это увинить. Вряд ли кто-то может вас судить. Вот. Но, ну, вам, мне кажется, нужно отвечать за то, что вы выбираете. Вот. Давайте, вот, ещё раз. Провод чистой вины, да? Значит, вот вы пишете, что, значит, так. Вот теперь у меня началось, что я не прошла проверку, что два месяца видеться не будем. Сразу ушла. Ну, сейчас человек вам манипулирует здесь. Вот. Опять же, кто волнует в данном случае меня, интересует это то, почему вы ведётесь на манипуляцию. Вот. То есть, что человек такого вам может дать, по вашему мнению, да? Что вы ведётесь на манипуляцию. Вот. Это очень важно. Это очень важный момент, важные детали. Потому что люди, они позволяют собой манипулировать только, когда есть какие-то вещи, которые они вам могут получить. То есть, манипуляция, это именно про это. Про возможность человека, для возможностей, для человека. Вот что-то для себя получится. Вот вы. Я думаю, что вы, как раз таки, и пытаетесь что-то для себя получить. Вопрос в том, что именно. Что именно. Чего вам не хватает. В чём вы нуждаёте. Вот это вот то, на что нужно обратить внимание. На этом всё. Надеюсь, что помог. Желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.